О, Артём Долгаршинах! Человек, который, знаете, не сидит на месте, постоянно что-то делает, он и работает, и на гитаре играет, и подтягивается, и тут опять с кем-то увиделся, встретился. О! О! Отряд, отряд наш! Это киборги какие-то? Нет. Кто эти люди? Да. Вот мусорят, мусорят, потом мне это разгребай, и вот ребята помогают мне активно, видите, как сразу работают, с утреца, молодцы, денежку. Зарабатывают, всё это трудовой отряд главы города, и давайте узнаем, наверное, поближе, всё-таки получше, чем ребята занимаются, как к ним попасть. Вот Яна Винтина, пресс-секретарь трудовых отрядов главы города. Яна, доброе утро. Здравствуйте. Яна, ну вижу уже ребята прям активненько уже в своей униформе, смотрите, они как такие цыплятки-грибочки, я не знаю, такие красные шапочки, панамочки, у них модно, стильно, молодёжно, ну и, конечно, легендарные фирменные вот у них такие вот, что это, жёлтые поло или футболки, как правильно? Да, футболки поло. Яна, расскажите вообще, вот, ну, все знают, чем занимает трудовой отряд главы города, делают город чище, правильно? Да. Расскажите, как это проходит, вы бы только мусор делаете, не знаю, может, где-то грядочку, там, газончик пострижете, чем ещё занимаетесь? Бойцы занимаются благоустройством города, это уборка мусора, стрыхнет санкционированной рекламой, так же летом они могут там посадить цветы, там, что-нибудь помочь городу. В общем, занимаются всем аспектом того, чтобы город был лучше, ярче и, собственно, симпатичнее. Расскажите, с какого покой возраста можно откроет? С 14 до 17 лет. Если вам 18, вы можете устроиться бригадиром к нам. А это ребята вот все как-то с одного класса или просто работяги? Вот кто откуда пришёл? Из разных школ просто появилось желание работать, они приходят, зарабатывают, почему нет? А можете рассказать, я не знаю, может быть, не самое главное, по 4 часа, правильно ребята работают? Да. Сколько зарабатывают они, вот, наверное, самый главный вопрос. Сейчас сидят просто родители, думают, отдам ребёнка, а сколько он заработает? Зарплата около 9,5 тысяч плюс материальная поддержка от центра занятости 1950. Ого, а после 18 нельзя, да, к вам устроиться? Можно. Можно? С бригадиром. Опаньки, опаньки. Друзья, предлагаю пойти с ребятами пообщаться. Это правильно, что я понимаю, что это за месяц зарплата? Да. За месяц зарплата. Вот молодой человек, Кирилл, доброе утро. Доброе утро. Кирилл, ну расскажите, как вам работает? Вообще, ради чего пошли работать? На что-то конкретное копите? Ну, в целом, о трудом отряде я узнал нечаянно. Просто смотрел, что есть какие-то жёлтые курточки, жёлтые маечки. На улицах я такой, о, среди них дети. Я такой, думаю, как так? Узнал поподробнее об этой организации и узнал, что туда берут подростков от 14 лет. А вам сколько, Кирилл? Мне 17. 17. Я работал уже 2 года. Ага. Расскажите, как вообще вот это? Как атмосфера внутри? Ну, во-первых, нам отряд даёт первое трудовое воспитание. И это наши первые нами лично заработанные деньги. И мы работаем в очень крутом коллективе. У нас постоянно проходят какие-то мероприятия, какие-то профориентированные мероприятия. Можно познакомиться с крутым коллективом, познакомиться с очень многими интересными личностями. Кирилл, я правильно понимаю, что это вот новый отряд сформировался. Вы на всё лето вообще? Да, на всё лето. Или вот месяц? Нет, нет. Мы работаем и июнь, июль, и август. Угу. Можете рассказать, вот вне, вне, собственно, работы, ну, дружите, общаетесь, как-то сплощается? Конечно. Я, ну, я уже сказал, у нас часто появляются какие-то знакомства. И большинство людей даже уже отработав, то есть кому уже больше 18 лет, и они не работают в трудовом отряде, конечно, есть друзья, общаются. Спасибо большое, что делаете город этот лучше. Друзья, присоединяйтесь, я не знаю, отправляйтесь своих детей, внуков, сами в конце концов просто ходите на субботники, делайте чище. Ребятам респект в таком юном возрасте, сами зарабатывают уже денежку и смогут не на родительские деньги. Вот как я, я помню, когда мне было 15 лет, и захотелось тебе кроссовки, и хотя мне родители говорят, да мы тебе купим кроссовки, сиди дома, отдыхай лето. Я говорю, нет, мама, хочу сам заработать на эти кроссовки, заработал, это было такое счастье, просто неописуемо, поэтому не решайте, не знаю, своих детей вот таких каких-то маленьких радостей, когда они могут быть самостоятельными. На этом у меня все, судя вам слово. Какой хороший мальчик ты у нас. Ну и пойду еще что-нибудь, я не знаю, ну что. Мамина радость. Артем, я тоже присоединился, оно тоже разбросали здесь. Валера, Валер, ты что? Ну убираюсь тоже, чтобы все чисто было. А ничего, что у нас не было тут набросанных бумажек? Кто-то их специально разбросал, чтобы показать, как убираются? Покажись нам, разбрасыватель бумажек! Кто это сделал, а?